Лунные кратеры, воронки от снарядов. Как только местные не описывают дорогу в Кутормолькин под горячим ключом. Безжалостным этот участок больше пяти лет остается к любому виду транспорта, от легковушек до грузовиков. Даже военные вездеходы чувствуют себя здесь неуютно. Разбитая дорога тянется на протяжении километра вдоль федеральной трассы М4 Дон и ведет к небольшому хутору Молькин. Живут там чуть больше трехсот человек и это единственный путь, по которому можно добраться. Отвечают за состояние участка власти горячего ключа. От лица всех хуторян в приемную президента России рассказать о проблеме приехал Александр Тимченко. Обращение мужчины по поручению главы государства внимательно выслушал губернатор региона. В ужасном состоянии дорога социального значения, маршрутки, детей в садик возить, в школу, проезды, все подъездом совсем плохой, явно разбита дорога. Вопросы, озвученные на приемах граждан, в долгий ящик не откладывают. И если люди сюда пришли с проблемой, ее не снимут с контроля, пока она не решится. В случае с дорогой в хуторе Молькин сразу стала известна и дата ремонта. На решение нужны деньги. Там, где жильцов больше уж по-честному, туда деньги в первую очередь и направляются. А там, где чуть поменьше уже по принципу, а чуть попозже, чуть попозже, чуть попозже, а порой чуть попозже растягивается так долго, что уже от дороги остается одно направление. Чем дольше не ремонтируем, тем дороже потом все это обходится. И уже совсем другие деньги, совсем другие деньги. Вот скупой платит дважды. Мы должны это понимать. Мы, я понимаю, ни в коем случае не должны быть и не скупыми, но и не расточителями, хозяевами мы должны быть. Запроектировали в этом году, значит, уже провели электронные торги, буквально планируем уже 22-го, то есть сегодня заключать договор. Там получается 9 миллионов 713 тысяч рублей. И я думаю, там контракт до конца года, но до 1 ноября эту дорогу восстановим полностью. Со своими вопросами и предложениями сегодня на прием граждан приехали 5 человек. Пока первые уже общаются с губернатором, остальные ждут в специальной комнате. Видно, что переживают. Правда, нервничать больше стоит все-таки чиновникам. Ответ с них Вениамин Кондратьев может потребовать прямо во время диалога с заявителем. Например, как при общении с Иваном Еременко. Мужчина рассказал губернатору, как в станице передовой у части жителей до сих пор нет газа. И это при том, что к улицам даже построили распределительный газопровод. Люди правы в чем, что если газ рядом есть, а в дом не заходит. Но это не просто обидно. Знаете, это даже оскорбительно для них. Вот все-таки ваше здесь видение, решение это вопрос. Второй кооператив, который ходит Иван Александрович, там получается такая картина. 117 дворов и где-то порядка 97, которые члены кооператива. Само поселение из-за недостатка денег расписало его и на 18-19 год. Дальше пусконаладочные работы и сдача документов. Вы мне скажите, когда у них газ-то? Я думаю, где-то июль-июнь. 20-го года, да, 100% газ будет. Ну, Иван Александрович, ответ услышали? То есть я еще раз, знаете, всегда даю тем прикид главам, которые в курсе проблемы и не просто докладывают о проблеме, а докладывают о ее решении. Потому что если он докладывает о решении, значит он на самом деле погружен в проблему. Погружен, исходя из того, что на самом деле чувствует людей, которые хотят эту проблему решить. Я думаю, что пусть возьмем до 1 сентября, на всякий случай у нас же все бывает, до 1 сентября, как раз к зимнему отобительному сезону 2020 года, вы будете точно с газом. Жилищно-коммунальное хозяйство – самая частая тема, о которой люди говорят на приемах граждан. Средний износ сетей по всему краю достигает 70%. По поручению губернатора на Кубани ежегодно меняют 5% старых водопроводных труб. В хуторе Ленина Тимошевского района люди ждут, не дождутся, когда вода у них в кранах станет течь без перебоев. Проблеме почти 10 лет. Старые трубы не выдерживают. Из-за постоянных порывов жителям отключают воду. Мы мечтаем, чтобы хотя бы мы были с водой, потому что невозможно маленькие дети ничего не сделать, не помыться, не приготовить, элементарно стирку никак не сделать. Хуторянин Александр Коденец только успел выйти после встречи с губернатором, где рассказал о ситуации. А его земляки уже знают, что в этом году им заменят 7,5 километров сетей. Нам выделили деньги и будут строить новый водопровод. Уже к концу года нам должны его сделать. Положительного ответа дождались и жители станицы Марьинской Красноармейского района. Татьяна Тимошенко приехала попросить помощь в создании нового парка. Вроде бы как красивые дома, а вот красивого места для отдыха нет. Хотелось бы, чтобы там была парковая зона, какие-то площадки детские. Озвученная проблема касается не только одной станицы. Похожие ситуации встречаются по всему краю. Венимин Кондратьев напомнил о строительном подходе, который должен быть в регионе. Хорошо, сразу обозначить приоритеты любому застройщику. Да, ты заходишь, сам не можешь построить, оставь территорию, где муниципалитет построит. Школу, детский сад, общественный парк, сквер, спортивную площадку. Оставь эту территорию. Тогда уже и за счет бюджета муниципального краевого мы это построим. Но просто вот так вот тем раз и отодвинуть. Нет, она от этого не исчезнет. Она все равно всплывет. А потом наступит период ее решения. Вот сейчас он наступает, люди заселились, а теперь они говорят, слушайте, уважаемая власть, вспомните о том, что детям нужно где-то гулять, что тем, кто постарше, нужна спортивная площадка, нужен воркаут. Да нужно просто место, где мы хотим встречаться, ходить, просто зеленые зоны должны быть. А что ж мы не предусмотрели это, когда... Предусмотрели. Я на самом деле готов туда приехать, посмотреть, насколько сегодня мы строим комфортное жилье. Вот не просто качественное, а то жилье, в котором жизнь может поселиться. Потому что безликое, красивое, пусть красивое, но холодное, безликое, такое жилье на Кубани не нужно. 100%. Я убежден об этом. И при том школы, детские сады, парковки, спортивные площадки, поликлиники, они должны строиться не потом, а параллельно. Все озвученные сегодня на приеме граждан вопросы нашли положительные решения. Поручения по каждому обращению занесли в официальный протокол. И теперь контрольное управление будет следить за их выполнением. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар.